Дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Жанна уехала за границу после того, как ей стали поступать угрозы. В интервью Deutsche Welle она не подтвердила информацию о том, что покинула Россию навсегда. Спецслужбам США удалось получить сведения о внутренней структуре террористической группировки «Исламское государство», пишет издание The New York Times. В ходе спецопераций были перехвачены носители информации, принадлежащие боевикам. Данные помогли понять, как скрывается главарь ИГ. Он намеренно не использует электронные средства связи. Под Киевом на крупной нефтебазе горят 16 хранилищ. Утром одна из цистерн взорвалась. По меньшей мере один человек погиб, не меньше десяти получили ожоги. Возгорание нефтебазы, которая принадлежит крупной сети заправок, произошло вечером в понедельник. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Пожар угрожает соседней нефтебазе. Число жертв коронавируса МЕРС в Южной Корее увеличилось до семи человек. Заразившихся почти сотня. Власти страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Смертельно опасный вирус, который поражает органы дыхания, был впервые зафиксирован три года назад в Саудовской Аравии. Компания Apple представила обновленные версии всех своих операционных систем, а также новый потоковый музыкальный сервис Apple Music. За 10 долларов в месяц пользователи получат доступ к каталогу, в который входит более 30 миллионов композиций. Также они смогут слушать онлайн-радио Beats One и пользоваться платформой для общения с исполнителями. Сервис начнет работу в конце июня.